Согласно общедоступной информации, предприятие занималось оптовыми продажами твердого жидкого и газового топлива и имеет немалый стаж на этом рынке. Предприятие организовалось в 2011 году. Но уже в 2015 году работой конторы заинтересовалась налоговая служба. Произошло это после того, как руководитель организации предоставил в надзорный орган налоговую декларацию. В результате которых причинен ущерб экономическим интересам государства в размере 10 млн 387 953 рублей желало их преступления. Таким образом, своими действиями совершил преступление, предусмотренное в честью 1 статьи 199 УК РФ в плане от уплаты налогов с организацией. Путем включения налоговой декларации заведено ложные сведения, совершенные в крупном размере. У меня всего лишь честь. На суде адвокат-подсудимый сыпал своими фактами, которые призывали прекратить уголовное преследование в отношении подзащитной. А у стороны обвинения на этот счет свои доводы. В данных ДТС заявлено стороной защиты преждевременно. На данном этапе судебного разбирательства, так как в настоящее время у нас не огласено обвинительное заключение по уголовному делу, у нас неопределен порядок исследований доказательств. Защитник ссылается, приводит те доводы, которые судом не исследованы. Что касается самого предприятия, то юридически оно еще функционирует, а его деятельностью до сих пор занимается налоговая служба, которая должна узнать, была ли попытка уклонения от налогов в более чем 10 миллионов рублей единственной. Сама подозреваемая вину свою признает, поэтому рассмотрение уголовного дела происходит по особому порядке, и теперь суд должен определить степень ее виновности. Но после этого в отношении девушки может быть рассмотрено еще одно дело, согласно которому она должна будет вернуть в доход государства те самые 10 миллионов рублей. Александр Комаров, Максим Липин, Новости НТР.